Всем привет. Сегодня хотел бы с вами поговорить о такой достаточно серьезной теме для разработки программного обеспечения. Continuous Ration Continuous Delivery и как это работает, потому что в современных условиях просто разработка ПО без налаженной инфраструктуры вокруг этого, это в принципе трата времени и средств. Перед тем, как мы стартанем, немного обо мне. Занимаюсь разработкой ПО профессионально уже больше 20 лет, поработал в разных доменах, игровые, разрабатывал компьютерные игры, авиасимуляторы, финансовые инструменты. Последние лет 6-7-8 я уже выполняю функцию solution-архитектора и, наверное, фокусируюсь больше на построении бесшовных систем разработки ПО ключевых, да, Continuous Delivery, которые позволяют достаточно эффективно разрабатывать ПО внутри больших компаний. Последние 3-4 года много инвестирую времени в блокчейн домен и вообще-то в ключевую его часть это смарт-контракты, да, это Solidity, вот это для меня в принципе основная точка применения, да, и тот домен, куда я хочу двигаться в ближайшей перспективе. Адженда, да, то есть у нас будет 5-5 ключевых областей, о которых я хочу поговорить. Значит, ну, первое, конечно, мы поговорим о том, какая же разница между программированием и разработкой ПО, поэтому это в принципе ключевой момент, который позволит нам ответить на другие вопросы, связанные со сложностью разработки ПО. Дальше поговорим о релизной модели, вот, о том, в каком конфигурационном пространстве находится любое программное обеспечение, вот, потом рассмотрим, в принципе, 4 конфигурации проекта, которые могут быть, да, это MasterForkBased или MonoMultiRep, и какой же из них выбрать в зависимости от того, в какой фазе у вас находится проект, какие у него требования, вот, и дальше посмотрим, что из себя представляет pipeline, general pipeline, в принципе, не, не фокусируясь на его конкретной реализации, например, не знаю, там в Jenkins'е, в GitLab Actions or Azure DevOps или Azure DevOps. Да, перед тем, как, естественно, начать говорить о CI-CD, важно понять, да, почему, в принципе, разработка ПО сложная, потому что сложность и самой ПО и построение CI-CD системы, они, в принципе, вытекают из вот этих вот трех, ну, можно сказать, четырех основных проблем. Первое, естественно, это кажущая простота, да, ну, это исходит от того, что наш мозг очень легко работает и распознает паттерны, экстраполирует их, да, то есть, если вы, не знаю, открываете красную дверь, в принципе, скорее всего, вы откроете железную дверь, да, и поэтому как раз иногда он может с нами играть злую шутку, и это, а у нас это выплывает из, там, из того, что делать estimate всегда очень сложно, да, то есть, мы говорим, окей, я написал Hello World приложение и дальше могу написать большую SaaS-систему. Нет, это вот достаточно очень опасная, опасная область, да. Внутренняя сложность, да, помимо внешней есть внутренняя сложность. Все-таки разработка ПО, это, если говорить на самом нижнем уровне, все-таки математика, это конечный автомат, чисто математические модели, и поэтому здесь достаточно сложно будет не понимать, как работают там те же самые вычислительные модели для того, чтобы строить эффективные программные системы. И даже если вы потратите, не знаю, 20 лет на какой-то домен, не знаю, в C++, JavaScript, embedded разработку, есть то, что вы не контролируете, да, это внешний мир, который изменяется. И сейчас мы видим, что скорость изменения, она просто экспоненциально растет, да, и технологии, фреймверки, и, соответственно, точно так же не добавляют сложности в разработку ПО. И четвертый пункт, да, он, в принципе, связан уже, наверное, больше на soft, на soft level, soft skills level, да, это то, как мы общаемся, как мы передаем информацию. Думаю, что вы сами можете мне рассказать кучу ситуаций, когда что-то не было досказано, не так была передана информация, мы пишем совершенно другой код, и потом у нас в конце спринта получается не то, что, в принципе, мы хотели, задумали с самого начала. Вот эти вот факторы, да, они влияют на ключевые, есть множество других, но не ключевые для разработки ПО. И можно сказать, что там и началом, и концом этого вебинара вот может служить вот эта вот фраза, да, I need transit process to be able to deploy version in one click. И, в принципе, это очень хорошо суммирует то, как вы должны строить не только CIS-седийной процесс разработки ПО. Это невозможно, это сложно достичь, да, не всегда это эффективно для проекта, вот. Но если ваше каждое решение на проекте, в принципе, идет в том же направлении, как это, этот девиз, да, то у вас все хорошо. Потому что каждый маленький шаг на вашем проекте, в принципе, за счет синергии может улучшать так или иначе улучшать и качество продукта, да, и скорость его разработки. Это, наверное, один из слайдов, который я бы хотел, чтобы у вас так вот он флешбэком запечатлился, потому что, в принципе, он описывает ключевые, может быть, роли и области, которые есть на любом проекте. Они присутствуют либо явно, либо не явно, они так или иначе у вас есть, да. Вы можете, в принципе, там, не реализовывать, не игнорировать их, но отсутствие их может как раз припредить к плачевным последствиям. Значит, ну, из главных акторов, да, вот, которые находятся в верхней части слайда, да, это Project Manager Product Owner, это, может быть, еще Business Analytic, да. Дальше у нас есть команда разработки, люди, которые непосредственно пишут и тестируют код. И, в принципе, там, с правой части вверху у нас есть пользователи. И, скажем так, Power Users, это support инженеры, которые чаще всего имеют доступ к production environment и можем взаимодействовать с ними. Также, в принципе, это не фокус нашего сегодняшнего вебинара, но у вас будет всегда присутствовать какой-либо management tool или collaboration tool. Вплоть до того, это может быть просто быть почта, это может быть Slack, это может быть, в принципе, любой способ взаимодействия, который подходит команде. И, наверное, вот из ключевых элементов здесь, да, это, естественно, система контроля версии, без нее некуда, да, то есть это, в принципе, тема отдельного разговора, да, какие задачи решает система контроля версии. Но сейчас всем ясно, что невозможно работать там даже одному человеку над проектом, не использовать систему контроля версии. Система интеграции, да, по себе помню, наверное, это было лет, не знаю, 12-13 назад, да, когда вот continuous integration термин только как бы входил в обиход, и было множество там семинаров и обсуждений, почему. Потому что, на самом деле, достаточно по меркам это достаточно молодое влияние, течение, вот, систем, там, так, четкого разделения, что такое система интеграции нет, потому что разные реализации имеют разное подможество функций, да. То, с чем чаще всего вы будете сталкиваться, да, это там Jenkins, это может быть уже GitLab, GitHub Actions, Azure DevOps, это может быть TeamCity. То есть, огромное количество, в принципе, есть известных и малоизвестных систем интеграции, но основная их задача, да, это, ну, и можно сказать, что это, в принципе, такой очень-очень продвинутый крон, да, который позволяет вам выполнять, запускать и выполнять те или иные задачи и использовать исходный код как входные данные. Дальше, отдельная подсистема, естественно, подсистема тестирования, это, например, у вас может быть просто быть юнит теста для самого простого проекта, для более сложного проекта может быть интеграционное тестирование, end-to-end тестирование, но так или иначе, обязательно этот этап у вас присутствует. Очень важно всегда, естественно, разделять delivery, фазу, потому что на заре систем интеграции, delivery, integration, вот эти вот части, они были единым целым, и там, если кто работал с Jenkins, там можно хранить артефакты, но лучше всегда, естественно, это разделять, и чаще всего сейчас используются либо Docker Registry, да, либо Nexos Artifactory или Artifactory, то есть специализирование системы к хранению артефактов. Следующая фаза, это, естественно, deployment, в зависимости от того, какой у вас проект, какие у него требования, да, это может быть там система on-premise, on-demand, она просто может быть ранится на каком-то баре-метале, но суть того, что этап развертывания должен точно так же быть обособлен, изолирован и должен на вход получать артефакты, которые получили на фазе delivery. И, соответственно, у нас есть набор environments, да, то есть это фактически вычислительные ресурсы, на которых запускается ваше программное обеспечение. Тоже может быть, да, мобильный телефон, это может быть Kubernetes Cluster, Cloud Provider, да, там может просто быть какая-то виртуальная машина OpenStack'е внутри, дата-центр внутри банка, например. И, соответственно, операционная деятельность, да, которая включает в себя, в принципе, логирование, мониторинг, disaster recovery процедуры и так далее. Как я говорил, суммарно оно описывает различные области и, в принципе, там с уровня разработчика, архитектора проекта, так или иначе, все они должны учитываться, да, вычисляться, насколько они влияют и насколько, в принципе, есть смысл для данного конкретного проекта инвестировать в тот или иной домен. Но так или иначе, они явно или не явно присутствуют в каждом из проектов. Первым, о чем мы поговорим, это о релизной модели. И тут очень важно понимать, да, что чаще всего то, чем оперируют там разработчики, это некоторый микс между релизной моделью и бранчинг-моделью. Но это нужно, действительно, разделять в голове, потому что релизная модель, она более бизнес-ориентирована, да, вы сейчас увидите на следующей диаграмме. Она ориентирована на то, каким образом разрабатывается ПО. Бранчинг-модел – это, в принципе, инструмент. То есть я могу реализовать эффективную релизную модель, даже не используя систему контроля версии, да, просто пересылать по почте изменения. Конечно, это будет неэффективно и долго, но здесь задача в том, чтобы просто понимать, где начинается одно, где заканчивает другое. Ну и главное, конечно, они не работают отдельно. Эффективная система, естественно, должна использовать лучшие из двух миров, то есть эффективную бранчинг-модель и качественно построенную релизную модель. И, соответственно, правило 90 плюс 9 плюс 1, оно определяет, каким образом в идеальном мире мы хотим использовать наши ресурсы. То есть 90% ресурсов должны работать над разработкой новых фич, 9% должны решать задачи, связанные с регрессионным тестированием, и 1% ресурсов должен быть, должен, должен тратиться на пользовательские эскалации. Да, естественно, это в идеале. В реальном мире, естественно, эти цифры меняются, оно должно просто показывать ту цель, которую мы хотим достигнуть. И для релизной модели, да и, в принципе, для разработки ПО ключевым понятием является понятие версия. Да, оно очень важно. Каждый раз, когда вы производите изменения хотя бы единственной строчки одного символа внутри исходного кода, вы собираете версию, вы создаете версию, да. И здесь главная характеристика ее, как долго эта версия живет. И вот в зависимости от того, насколько, как долго эта версия живет, она выполняет те или иные функции и, в принципе, имеет различные названия. Внизу, конечно, вот вы сейчас увидите на диаграммке разные названия. Возможно, на ваших проектах используются чуть-чуть другие названия. Ну, думаю, вы поймете, что семантика, в принципе, одна и та же у них, да. И вот слева направо мы смотрим, да, сколько таллиная версия, в принципе, живет в среднем. Как я говорил, локальные изменения, это могут быть часы, вы сделали локальный бранч, изменили, начинайте что-то тестировать, да. Создаете pull requests, он может тоже, в принципе, несколько часов, может быть день висеть, в зависимости от того, как ревью процесс у вас налажен. Дальше. Очень важным элементом тут являются дропы и релиз-кандидаты. В принципе, это два названия для одних и тех же в общем сущностей. И нравится между ними, что дропы — это маленькие версии, которые выпускаются внутри спринта. Релиз-кандидаты — это версии, которые выпускаются, когда вы находите вход в фризе и в к-мод. Дальше мы на деграде посмотрим. Чаще всего релизный цикл у вас будет, ну, не знаю, там, 1-1, 2-3 месяца, может быть, больше, может быть, меньше. Но чаще всего происходят ситуации, когда у вас использовательская эскалация, а до следующего релиза еще далеко, вы должны ее обязательно исправить. И тогда выпускаются промежуточные версии, и чаще всего там уставившаяся терминология для них — это так называемый push-ins. И, наверное, те версии, которые живут дольше всего, да, это J, Global Ability Releases, но это те релизы, которые мы их и знаем, те, которые… То, то, то версию ПО, которую мы используем, скажем так, повсеместно. Вот, в принципе, диаграмма, которая пытается суммировать и разные аспекты, и разные активности, которые есть у вас на проекте. Горизонтальная линия показывает нам время, то есть мы движемся слева направо, а по вертикальной оси отложены именно области, как я говорил, на которые мы хотим тратить наши ресурсы, да, и вот вы смотрите, 90% — это разработка, 9% — это регрессия, 1% — это работа с пользователями эскалациями. Давайте попробуем движемся слева направо. В данном примере специально релизный цикл показан как месяц для простоты восприятия, но, в принципе, релизная модель не требует и не ограничивает, каким должен быть ваш релизный цикл. Это может быть две недели, два месяца, это может быть год. Все зависит от вашего проекта. Схема работы, в принципе, не меняется. Давайте посмотрим, вот точка 1, да, мы выпустили версию январскую, 22.1 версию январскую, и, как вы видите, в область 2 показывает, что сейчас 90% наших разработчиков разработают уже надфевральской версии, да, но мы уже выпустили версию на продакшн, и поэтому у нас уже пользователи работают, и вот точка 3 показывает, что в это время у нас прошла пользовательская эскалация, и нам необходимо на нее прореагировать. В этом случае что мы должны сделать? Мы должны взять версию, которая на продакшене, развернуть ее на один из ее IT-энварментов, подтвердить этот баг, выпустить фикс, протестировать его и выкать его на продакшн. И вот в данном случае эта версия как раз и будет называться пуш, да, и, соответственно, для вот этой, для этого примера, да, это первый пуш для январской версии. Как я говорил, хорошая практика является, это выпуск дропов, да, это выпуск мини-версии. Чаще всего, из моего опыта, это где-то происходит каждые 3-4 дня. Зачем это нужно? То есть, ну, в нашем, как бы, agile мире чаще всего мы работаем, там, с двухнедельными спринтами, и в конце спринта мы что-то демонстрируем для нашего заказчика, да. Мы должны понимать, что аккумулировать изменения в течение двух недель и, в принципе, не тестировать их полностью, да, это может привести к плачевным последствиям, потому что могут накапливаться ошибки. И фактически дропы – это один из механизмов борьбы с этим, да. Как происходит чаще всего обычный сценарий? На daily митинге обсуждаем и говорим, что, окей, текущая версия, которая сейчас у нас есть в нашей ветке, которую мы используем для разработки, в ней, например, уже пофикшены баги с предыдущего дропа, в ней было разработано несколько новых фич, и чаще всего релиз-менеджер, обычно такой инженер, говорит, хорошо, ребят, давайте выпустим новый дроп. То, что происходит, мы берем, соответственно, создаем ветку с нашей dev или мастер ветки, называем ее дропом, и главное, и здесь наша команда производит sanity-тест, то есть смотрит, насколько вообще дроп, и это, точнее, эта версия, которая находится в дропе, она стабильная, да. Тут есть два варианта. Sanity-тестирование произошло, все окей, и мы, естественно, этот дроп можем использовать дальше для различных команд. Если нет, то мы всегда можем откатиться к предыдущему дропу, всегда посмотреть диф для него, и это позволит нам иметь, скажем так, стабильную версию, условно, каждые 3-4 дня. Примеры жизни. В среду, например, мы выпустили дроп, в четверг разработали новые фичи, в пятницу было все окей, в понедельник начинает там отваливаться кавка, хотя никаких изменений с точки зрения там инфраструктуры не было сделано, да. Но что в данном случае делает там девопс-инженер, либо человек, который выполняет эту роль, да. Берется предыдущий дроп, разворачивается на environment, подтверждается, что есть этот баг или нет. И в примере, который я описываю, соответственно, версия, которая была, дропа, которая была до этого, она прекрасно работала, кавка не отваливалась. Соответственно, бэкэнд-разработчики взяли, посмотрели диф, увидели, что было сделано там, за 3 дня было сделано 5 изменений, и по одного, как каждый раз по одному изменению включали, да, и в конечном итоге они нашли то, что, в принципе, явилось причиной вот этой вот нервоспособности системы, да. То есть у нас всегда была версия с предыдущим дроп, который был стабильным, который, в принципе, было там 3-4 дня, он был, 3-4 дня назад он был выпущен. То есть механика дропов, она хороша, опять же, от вашего проекта нужно понять, если у вас есть возможность выпускать. Точка 4. Очень важная, то есть у нас в нашем agile мире чаще всего мы будем спиловарить какие-то фичи, да, в какой-то момент времени мы говорим, окей, вот с этим набором фич, который мы реализовали, мы идем в продакшн, и в данном случае в кодфризе чаще всего, что происходит, создается новая ветка, в которой производилась разработка, там переименовывается версия, и мы переходим в так называемый cab mode, change advisory board mode, ну, либо кодфриз mode. И в этом режиме мы уже не разрабатываем новую фич, мы уже гоняем, постоянно гоняем регрессию, все фиксы, которые у нас есть, попадают только в эту конкретную версию. И, соответственно, мы итеративно, выпуская вот маленькие релиз-кандидаты, как я говорил, разницы между дропом и релиз-кандидатом почти нет никакой, только зависит от того, в какой фазе проекта вы их выпускаете. И итеративно мы тем самым пытаемся стабилизировать нашу версию. Опять же, не забываем, что мы находимся в продакшне, и вот как раз точка 5 показывает, наверное, самую сложную ситуацию у вас на проекте, потому что в этом случае опять у нас пользовательская эскалация, часть команды у нас работает уже над мартовской версией, 9% команды у нас занимаются регрессионным тестированием и фиксов регрессионных багов, которые есть для версии, которая будет выйдет в феврале, а январская версия тоже требует нашего внимания. Поэтому, что здесь происходит, берется версия предыдущего пуша, в данном случае 22.1.1 разворачивается. Опять же, то же самое упражнение подтверждается баг, фиксится и выкатывается. То есть в точке 5, если ваша система CICD, которую вы построили, она способна выдерживать вот такие вот активности, с ней все хорошо. Это самое главное. Значит, вы можете безболезненно не аффектить друг друга и тем самым выпускать версии и три главные активности, которые есть на проекте, в принципе, их выполнять. Да, то есть итеративно мы выпускали риск кандидата, мы стабилизируем нашу версию. Очень важным проектом является так называемый Q-Cert, Multi-Certification этап. Он может быть явно-неявно присутствует в проекте. Для больших проектов он включает просто огромнейший чек-лист, который включает в себя не просто отсутствие ошибок класса, краш-системы, а также, например, коды каверич, то, что говорят у вас quality gate и так далее. Все эти параметры уже в зависимости от проекта включаются в Quality Certification и, в принципе, релиз менеджер, дальше проходя по этому списку, может выпускать или не выпускать релиз. И вот мы итеративно добрались до точки шесть и в этой точке мы готовы выпустить февральскую версию. Как видите, мы с точки один до точки шесть, мы, соответственно, прошли полный цикл. С одной стороны, мы смогли все три главные активности обеспечить. С другой стороны, как видите, наша команда всегда была занята работой и не было никаких простоев. Это, в принципе, самое главное с точки зрения бизнеса для того, чтобы утилизация ресурсов разработческих была максимальной. Поговорим, да, о GIT, как о главном нашем инструменте, да, и вот как раз проведем, соединим, да, вот релизную модель и, в принципе, бранчную модель, которая может быть у вас на проекте. Это одна из ее вариаций. Внутри GIT из себя представляет направленный циклический граф, да. Не многие знают, но внутри GIT-а вы можете хранить множество различных проектов, которые вообще не разделяют между собой никакую кодовую базу, так называемый орфан-бранчи, да. Не часто это используется, но такая функциональность у GIT-а есть, то есть фактически полностью независимые истории и наборы файлов. На верхнем уровне GIT из себя представляет GIT-репозиторий в полносвязный граф, то есть у него может быть энное количество ремоутов либо апстримов, из которых вы забираете изменения. И, соответственно, любое количество репозиторий может вас использовать в качестве источника изменений. И, конечно, есть вот это вот отличная фиша GIT-а, да, это возможность связывания независимых репозиторий на уровне исходного кода. Где-то существует, в принципе, два подхода. Это саб-модули, в принципе, устаревшая иногда работающая фича, да, но, наверное, то, что чаще всего мы спрямуем, это все-таки саб-3. Вот. Они решают одну и ту же задачу. Они берут и связывают два, в принципе, независимых репозитория с различными, с полностью, с различными внутренними графами в единое целое. Да, по-разному есть вам плюсы и минусы. Очень часто мы используем саб-3 в наших проектах для того, чтобы эффективно работать в мультирепо-конфигурациях. Мы позже об этом поговорим. Вот. И вот здесь как раз одна из моделей, по которой можно работать эффективно и которая, в принципе, соответствует вот той релизной модели, которую только что мы обсудили. То есть, на верном рисунке, видите, у нас есть пока один мастер-бранч, в нем есть версия 21.3.0 Snapshot. Здесь просто Snapshot не принципиально, да, если у вас джавовский проект, то, в принципе, это, соответственно, у вас будет mandatory, по-другому никак. Для проектов там на Node.js или на Go имя может быть, название версии может быть совершенно другим. Значит, на втором прямоугольничке, да, то есть в какой-то момент времени в точке B мы переходим в код-фриз и, соответственно, создаем отдельный бранч 21.3.0. Как вы видите, в мастер-бранче сразу же происходит переименование версии и оно называется 21.5.0. То есть вот на этом примере специально сделал таким образом, что здесь релизный цикл уже два месяца между ними. Вот. И начиная с коммита B, у нас параллельно идут уже две разработки, то есть мы видим коммиты C, D, E, F. Это уже коммиты для фич, которые мы делаем для версии 21.5.0. В то же время мы находимся в режиме код-фриз и как раз вот коммиты C1, D1, E1 показывают, что, да, это мы фиксим то, что у нас происходит в эскалации. Это не новые фичи, это фичи, это фиксы тех проблем, которые есть, мы нашли в нашей версии, которую мы хотим выпускать. И, соответственно, последняя диаграмма внизу, после того, как мы сделали коммит E1, мы считаем, окей, мы проходим кольчик сертификейшн и говорим, что окей, версия готова для выпуска, да, и мы выкатываем ее на продакшн. И тут, в принципе, есть два подхода. Если вы видите, тут такая вот стрелочка красненькая, которая показывает, будет ли сливаться изменение, которое мы делали в режиме код-фриз в мастер-ветку. Здесь очень индивидуально все это решается в зависимости от того, что это были из-за изменения, потому что это могут быть чистые прикрутки для того, чтобы выпустить версию для код-фриза, а, например, в мастер-ветке уже может просто быть полностью рефакторинг этого модуля, да. Ну, со своей стороны, я всегда, конечно, предпочитаю все-таки заливать полностью изменения, даже если это, оно придет каким-то конфликтом, да, для того, чтобы, в принципе, не заниматься там черепиками, не терять изменения. Очень важный пример – это как раз вот поведение с пушом, да, то есть мы с вами выпустили версию 21.3.0. Наши все изменения, которые, все изменения, которые мы нашли, которые мы сделали для того, чтобы выпустить эту ветку в код-фриз режиме, мы их залили. Это у нас commit F получается, то есть мы работаем, в какой-то момент времени у нас происходит пользовательская эскалация, и нам нужно выпустить пуш. И на этой диаграмме это вот как раз коммиты, которые называются E2 и G2, да, то есть в это время мы работаем над версией 21.5.0, но часть команды начинает работать над этой эскалацией, и схема точно такая же. Мы разворачиваем версию, тестируем, делаем фиксы, и точно так же уже решаем, будем ли мы эти изменения заливать в нашу версию, в будущую версию, которая будет 21.5.0. То есть это легковесная версия, и она, в принципе, показывает, какие ключевые ветки могут быть у вас. Опять же, это не отрицает наличие веток девелопмента, фича веток. Это те ветки, которые ориентированы на именно релиз менеджмент, да, то есть они как бы ключевые. Если использовать режим мастер-бейзет, то, в принципе, они будут перемешиваться с разработческими ветками. Если вы предпочитаете форк-бейзет, то, скорее всего, чаще всего у вас в мастер-репозитории будет 1-2-3 ветки, только в зависимости от того, как часто вы выпускаете ваши релизы. Следующий момент, да, это в каком конфигурационном пространстве живет ваш проект. То есть у нас, вот, как видите, здесь четыре оси, да, я сказал, то есть это версии, которые мы выпускаем, это окружение, environment, на которых мы разворачиваем. У нас всегда есть параметры, набор параметров и значение этих параметров. Если попытаться это вот поместить в такую картинку, графическую картинку, то, в принципе, они, их можно поместить в четырехмерное пространство. То есть по горизонтальной оси это у нас наши environment, и по вертикальной это версии. И вот ось, которая направлена к нам, это типы переменных, ну и, соответственно, там четвертое изменение – это значение переменных. То есть когда вы выстраиваете свою CIC-систему, как я говорил, вы должны иметь возможность развернуть любую версию на любой environment с любым набором параметров. Опять же, какие-то параметры, это могут быть просто порты, это могут быть версия куберната с кластера, это, опять же, в зависимости от вашей экосистемы, это могут быть разные параметры, которые так или иначе влияют на вашу сборку. Главное, что если структурение конфигурационного менеджмента вы можете вот это обеспечить, у вас не будет проблем с новым environment, с развертыванием, с реакцией на пользовательские эскалации, вы всегда сможете развернуть нужную версию на нужный environment. В принципе, там, можно сказать, такой джентльменский набор окружения, который есть на среднестатистическом проекте, вот можно, в принципе, отразить на вот такой вот диаграммке. Обычно у нас есть CI environment, да, это environment, на который постоянно происходит развертывание пусть билдов, да, то есть сделали pull request, он пошел код-ревью, вы закоммитили, эта версия развернулась, да. Она может быть нестабильная, очень важно, что если падает deployment на CI environment, то, в принципе, хорошая там практика, да, все останавливаются, перестают деплоить или разрабатывать новые фичи, и начинают разбираться, что же произошло. Потому что это показывает, что последний коммит, который прошел код-ревью, который прошел там все наши чеки, каким-то образом все равно не привел к развертыванию стабильной версии. Значит, следующая группа environment — это dev environment, тоже очень индивидуально. Например, если у вас есть backend, frontend и мобильная часть, чаще всего у вас, наверное, будет dev01, dev02, dev03. На dev01 backend команда может разрабатывать, на dev02 стабильный backend для frontend команды, и на dev03, например, стабильный backend для мобильной части. Опять же, вы можете это объединять, вы можете использовать один dev environment. Следующая группа environment — это environment для QA, quality assurance. Тоже могут различаться по типам взаимодействия. Ну, обычно QA01 — там, где валидируются дропы, то есть версию, когда мы делаем и разворачиваем ее, то наш QA-инженер, он там проводит сами тестирования. Обычно QA02 используется он очень production-like, потому что мы чаще всего на нем гоняем performance-тесты, и он, соответственно, должен иметь те же характеристики, которые близкие к тому, что у нас здесь будет на production. Вот, группа UIT environment, как минимум, всегда будет UIT 01. Это environment, на котором всегда развернута версия с последнего demo, да, и, скажем так, в любой момент времени любой стейкхолдер проекта может зайти и увидеть то, что было продемонстрировано после последнего спринта. Как я упоминал, могут быть дополнительные environment UIT, а не production-like, на которых мы разворачиваем, если используем sky-escalation, мы разворачиваем версию и подтверждаем, что этот баг присутствует. Ну, естественно, production однозначно всегда наиболее мощный environment, да, и, в принципе, чаще всего отдельно поддерживается, да, даже иногда в отдельных аккаунтах. При старте любого проекта, да, у вас всегда есть четыре опции, да, каким образом организовать структуру, да, и базируется это на тем, что у вас может быть master-based, fork-based разработки, подход, да, и вы можете использовать mono или multi-repo. В зависимости от того, какую комбинацию вы выберете, вы получаете плюсы, либо минусы, ну, либо те или иные челленджи, которые будут у вас на проекте. Что из себя представляет master-based? Ну, наверное, там каноническая структура, да, какая с ней проблема? К сожалению, я называю это использовать Git как subversion. Это исторически так сложилось, да, если там successfully Git branching model, вы статью читали 2010 года, да, это была попытка разработчиков, которые всю жизнь использовали централизованную систему контрреверсии, как perforce, subversion, да, попытаться использовать Git как новую систему. В принципе, получилось более-менее, но основные фишки GTA, которые, в принципе, из GTA делают Git, да, они не используются, к сожалению. И с правой стороны можете посмотреть, ну, тут нельзя сказать, что это либо плюс, либо минусы, это характеристики этой системы. В зависимости от того, насколько вам это критично, это может быть для вас и deal-breaker, да, может быть, в принципе, классной фичей. Первое, да, у вас в мастер-репозитории будет множество branching, да, и тем самым это могут быть branching, которые являются частью релиз-менеджмента, дропов, релизов. Также могут быть дев-branching от разных разработчиков, которые там сохраняют. У меня был проект, где ребята просто захотели каждые три месяца и удаляли просто все branching, потому что уже никто не помнил, кто с ними делал. Ну, то есть, да, сейчас есть возможность автоматически после pull-request удалять branching и так далее. В общем случае, проблему это не решает, потому что это часть экосистемы. То есть, у вас внутри мастер-репозиторий, вы будете видеть все branching, которые у вас происходят, да. Pull-request вы делаете между двумя branching, то, чтобы это неплохо, нехорошо. Проблема в том, что фактически ваш репозиторий, если вы не будете заниматься там rebase, да, он фактически будет разрастаться, да, вот теми сайдчейнами, скажем так, которые в репозитории будут присутствовать. И так или иначе, исходя из всего этого, у вас будет роль релиз-менеджера явно. Это может быть какой-то team lead, это может быть QA-инженер, но человек, который будет постоянно следить за naming convention, за cleanup этих репозиторий, branching и так далее. Вторая модель, да, наверное, в принципе, которая из GitHub сделала GitHub, ну, одно из условий, да, это фактически использование форковой модели. Опять же, форк такой, не то чтобы странное название, иногда оно путает, да, на самом деле это просто полноценный репозиторий, клон, который просто хранится там, где у вас мастер-репозиторий. Например, в клауд-провайдере, на GitHub, на GitLab, вот. Какую задачу решает такой подход, да. Опять же, сложность никуда не девается, а сложность просто перемещается, и она из одной точки в другую решается разными инструментами. Использование форк мы пытаемся сложность убрать из мастер-репозитория, да, и перенести ее на форке, то есть на репозиторий, который есть у каждого разработчика. Я говорил, при таком подходе ваш мастер-репозиторий, скорее всего, будет содержать один, два, три бранча, не более того, да, они, скорее всего, естественно, будут иметь постоянную линейную историю, что очень хорошо, никаких мэрэдж-коммитов. Значит, внутри форков, естественно, так как форк находится в пространстве каждого из разработчиков, там разработчик может делать все, что угодно. То есть в общем случае здесь даже не нужно обсуждать, какая же у вас будет бранч-модель, как вы будете именовать бранчи. То есть каждый разработчик это делает самостоятельно, да, тем самым еще убирая сложность из мастер-репозитория. Пол-реквесты уже делаются не просто между двумя бранчами, а между бранчами двух разных форков. В принципе, это работает, но для меня основной плюс, что при таком подходе код физически не может попасть в мастер-репозиторий. Нужен обязательно код-ревью, да, при первой схеме точно так же происходит, да, но здесь он именно вообще никогда не попадает код внутрь. То есть вы, если вы видите, что у вас на проекте необходимо обязательно делать сквош перед коммитами, да, то здесь вы обязательно это должны будете, ну, вы будете это контролировать. Вот, как я говорил, у нас есть четыре опции, да, использовать мастер-бейзет-форк-бейзет структуру и моно-либо мультирепа, вот, и каким же образом выбрать ту или иную структуру. Естественно, я тут не стараюсь вам продать лекарства от всех болезней, ответа нет, да, каждый проект уникален. Единственное, что можно там очертить некоторые там зоны, да, при которых тайленная конфигурация будет более или менее эффективна, да. Если мы говорим о моно-репа, чаще всего это упрощение работы с релиз-менеджментом, да. Если мы говорим о мультирепа, наверное, когда у вас множество компонентов, у которых различные релизные циклы, наверное, распределенные команды, и вот это вот кауплинг, да, связывание здесь нам будет очень сильно вредить, да. Когда выбирать мастер-бейзет? Наверное, в принципе, когда вы не хотите или у вас команда не находится там на таком уровне, где они будут себя там достаточно комфортно чувствовать, имея два апстрима, да, два ремоута, с которых будут затягиваться изменения. Fork-бейзет. Вы чаще всего увидите такую схему на GitHub, на GitLab, да, особенно на open-source проектах. Вот здесь как раз вот это вот кауплинг и изолирование репозиторий как раз дает огромнейший плюс, то есть майн-тейнеру проекта не нужно заниматься и смотреть, что там 200 разработчиков дополнительных, которые там постоянно ставят pull-requests, они никаким образом не аффектят главный репозиторий. И здесь можно просто посмотреть, опять же, из нашего опыта, да, чаще всего проекты стартуют с мастер-бейзет монорэпа, да, потому что, с одной стороны, упрощается релиз-менеджмент, с другой стороны, не нужно доказывать, что там или говорить, какие существуют особенности у Fork-бейзет. Все-таки Fork-бейзет добавляет дополнительную сложность. Опять же, он решает часть задач, да, но он дополнительную сложность добавляет внутри своих проектов. Вот, поэтому, когда вы это выбираете, то здесь тоже, это все-таки для меня как часть архитектуры проекта, потому что, как говорится, архитектура это то, что очень сложно поменять. Поменять моно-мульти-рэпа, Fork-бейзет, мастер-бейзет достаточно сложно. У меня в истории там профессиональные были ситуации, когда и резали монорепозиторий на мульти-рэпа, на мульте, да, и сливали вместе. То есть, скажем так, оптимальная структура проекта может меняться с течением жизни, да. Но здесь, конечно, достаточно сложно, потому что потребует достаточно дополнительных вливаний ресурсных для того, чтобы все это поддерживать. Поэтому, в любом случае, при старте проекта вы можете проанализировать те требования, которые у вас есть, и выбрать ту или иную модель. Да, значит, тогда по поводу монорепа, да. У нас один репозиторий, у нас внутри может быть энное количество компонентов. Это фронт-энд, бэк-энд, мобильная часть. Также мы обязательно должны будем хранить скрипты инфраструктуры. На нашей предыдущей всего это там Terraform, Helm, да, клауд-инфраструктура. Ну и, конечно же, CICD скрипты, Jenkins файлы, pipeline, YAML и так далее. Плюсы, скажем так, или особенности, опять же, такой модели, да. Это, естественно, мини-болезненный релиз менеджмент, да. То есть, у вас весь исходный код находится в одном репозитории. Все исходные коды находятся в бранчах. Вы их легко подписываете. Значит, да, и фактически бранчная модель должна приниматься всеми-всеми игроками, всеми разработчиками, которые сейчас есть. Наверное, как болезненной частью, это, естественно, инкрементальный билд. Просто представьте, что вы делаете pull request во фронт-энд. Вы не хотите в это же время пересобирать 15 ваших микросервисов на бэк-энде, да, и vice versa. Поэтому это дополнительная сложность для построения CICD скриптов. Но, в принципе, большинство провайдеров клауд-решений, например, тоже самое жур-девопс, предоставляют, в принципе, механизм для инкрементал-билда прямо из коробки. Его не нужно будет отдельно писать. При мультирепа, да, как я говорил, у вас на каждый компонент будет свое репозиторие. Скорее всего, у вас будут отдельные инфраструктурные скрипты и CICD скрипты отдельные внутри. Вот. Значит, из минусов или, например, особенностей, да, у вас каждый компонент может иметь собственный релизный цикл. То есть от двух недель до двух месяцев, да, и вы никуда не денетесь, у вас будет quality certification team или solution QA team, которая будет знать, какие компоненты, какие версии брать, как их тестировать. Ну, наверное, самым сложным для меня, да, это то, что сложность тестирования с O от одного до предыдущей модели переходит на O от N, где N – количество компонентов. То есть вы выпускаете новый компонент, и вам необходимо, естественно, его протестировать с теми компонентами, которые сейчас находятся, с версиями компонентов, которые находятся на продакшене. То есть у вас должен быть полностью автоматизированное тестирование. В любом случае очень будет нестабильная версия, которую вы будете выпускать. Бранчинг-модели могут отличаться от репозитории к репозитории, от компонента к компоненту. Это, в принципе, окей. Когда команды распределенные, они могут выбрать то, что им больше подходит, да. Ну и говорил, да, резинцикл может быть совершенно разным у всех компонентов. Некоторым, скажем так, промежуточным или там хелпером для вот такого решения, да, может быть внедрение дополнительного solution-репозитория. То есть у вас есть отдельные компоненты, полностью независимые. Команды их отдельно обслуживают. Там могут быть даже выделены и DevOps-инженеры внутри. Вот. Но у вас есть solution-репозиторий, который каждый из компонентов подтягивает через sub3, как я говорил, фичи GITA, которые позволяют вам на уровне исходного кода забирать данные из разных репозиториев. И, соответственно, у вас будет инфраструктура из CICD скрипты для вашего solution-репозитория. То есть это дает, скажем так, возможность вашему релиз-менеджменту, да, не бегать по конфлиенту, не искать, где и какие артефакты находятся. То есть каждый из компонентов выпускает какую-то версию, какую-то дробь, который какой-то релиз, вы его подтягиваете в ваш отдельный репозиторий, и уже дипломенты происходят с этого репозитория. То есть тут вот эта вот сложность, скажем так, желание сделать decoupling между компонентами, да, с помощью отдельного solution-репозитория мы, в принципе, опять связываем эти компоненты для того, чтобы, в принципе, иметь те версии, которые совместно должны быть раздеплоены в одном месте. Так как это обычный Git-репозиторий, вы прекрасно там можете выпускать версии, теги, вы всегда можете откатиться, посмотреть дифы и так далее. Еще раз говорю, благодаря вот этой вот sub3-фиче Gita, это очень просто реализуется. Вот, то есть можете посмотреть, насколько это может быть эффективно для ваших проектов. Тоже важный элемент. Это, естественно, pull requests. Сейчас, естественно, на проектах даже с двумя-тремя разработчиками это должно быть. В любом случае, то есть механизмы pull requests очень важны. Здесь, видите, это внутренняя реализация, каким образом pull requests сделаны для master-based и fork-based. В принципе, большой разницы нет. Так или иначе, создается там marriage commit внутри, который вы видите. И, в принципе, там по командам git ls remote вы можете посмотреть, как та или иная вот SaaS-платформа хранит pull requests внутри. То есть в общем случае они почти одинаково работают внутри, и для пользователя, в принципе, совершенно прозрачны. Теперь, когда нам необходимо запустить наш CICD-процесс для pull requests либо push build. Push build — это такое вот название, которое описывает несколько, в принципе, сценариев. Один из них — это когда pull requests был замерджен и запускается, либо когда вы заходите и просто руками мануально запускаете с горку. Так или иначе, push build. Опять же, разные CICD-системы разные термины предоставляют. Там в Azure DevOps вообще там, по-моему, 6 или 7 типов разных, хотя они немного разные, отличаются друг от друга под типом. В общем случае у вас есть два главных сценария. Это pull requests и push build. Значит, что же вы хотите сделать, когда, ну, с точки зрения исходного кода, да? Ну, конечно, вы хотите собрать или скомпилировать ваш проект. Да, чаще всего делается это для pull requests и для push build. Дальше запустить линд, кстати, кода анализ, ну, либо, например, запустить sonar cube. Для pull requests — это must. Для push build — может быть и нет. Да, в зависимости от того, хотите ли вы это выполнять в соответствии с тем, с, ну, с характеристиками вашего проекта. Потому что, по идее, когда pull requests вы уже собрали, дальше перезапускать sonar cube, в принципе, большого смысла нет. Юнит-тесты однозначно запускаем для pull requests, для push build — да, можем запускать, можем — нет. Пэккаджинг — тоже интересно. Чаще всего версия, которая находится в pull requests, потенциально она будет отменена. То есть, нет смысла даже докер собирать его, даже нет смысла запускать. Но могут быть ситуации, когда мы хотим запускать smoke-тесты для pull requests, и тогда для некоторых проектов мы собираем pull requests, код из pull requests, его деплоим на environment и запускаем там smoke-тесты. Ну, для push build — понятно, просто чаще всего мы хотим наш push build куда-то развернуть, деплоймент, как я говорил, для pull requests — это мы можем разворачивать, можем не разворачивать, для push build — да, ну и запуск end-to-end тестов либо smoke-тестов. Тоже в зависимости от того, от требований вашего проекта. И, в принципе, если посмотреть на это, то увидите, что чаще всего обработка pull requests, push build — да, в принципе, друг другу ничем отличается. Поэтому чаще всего мы пытаемся, в принципе, выстраивать единую схему, когда у вас есть просто commit, да, и вы можете напротив него выполнить набор функций. А в зависимости от того, какая будет эта комбинация, да, вы будете получать ту или иную характеристику. Например, вы можете зайти, не собирать докер имиджа, просто развернуть environment. Или вы можете просто зайти и просто собрать докер имиджи и даже никуда их не разворачивать. И тогда, то есть, комбинируя это все, вы можете получать разные сценарии использования, да. И тем самым, что и pull request, и push build — да, они прекрасно вписываются в эту схему. И, наверное, да, это последний слайд вебинара, да. Это pipeline skeleton, тоже такой домен, потому что разные cloud-провайдеры со систем, да, они используют разную теминологию, да. Но я попытался все это свести вот для, то там, четырех основных понятий. В зависимости от того, какую вы систему используете, там будут те или иные термины использоваться, да. Значит, что у нас? Stage, да, это фактически логическое объединение job. И вы чаще всего будете видеть такие названия, как build, test, deploy внутри. Job описывает, скажем так, набор функционала, который может быть выполнен с помощью внешнего экзекьютора, ну, в том числе, да. То есть у вас, например, может быть сборка Node.js-овского бэкэнда, да, и вам необходимо просто, например, Docker Image. Или, например, вы собираете мобильное приложение, и вам фактически нужен macOS. И как раз job позволяет вам и специализировать, где же должен быть выполнен, выполнен этот job, да, на каком. То есть вы можете там этому быть виртуальная машина, этому быть Docker, этому просто быть Bar Metal. Вот термины вы будете слышать разные, это и раннеры, это агенты, вот, которые есть, и ноды, это в Дженкинсе. Называется по-разному, выполняют функции одни и те же. Ну, и самый нижний уровень, да, это степы, либо таски. Это уже конкретно ваши shell скрипты, либо вызов каких-то кодов функционалов, которые предоставляет сама платформа внутри. Ну, соответственно, у вас на верхнем уровне у вас есть стейджи, которые объединяют внутри себя джобы, а джоб внутри себя объединяются шаги. То есть, как я говорил, ваш клауд-провайдер может по-разному называть эти элементы, но они присутствуют и позволяют, в принципе, реализовывать, наверное, большую часть стратегии разработки, которая, ну, может быть, ну, может потребоваться у вас на проекте. Да, это, наверное, все с моей стороны. Если какие-то есть вопросы, то я могу на них ответить. Первый вопрос. Если QA не проводится санитой после каждого дропа, а только регрессионное тестирование, как можно поддерживать стабильность кода? Только юнит-тест? К сожалению, да. Либо, давайте так, если у вас на проекте есть хоть какое-то end-to-end тестирование, да, это будет очень хорошо. Вы просто можете включить эти end-to-end тесты внутрь pull request. Как я говорил, то есть на некоторых проектах у нас есть pull request. Мы можем этот код собрать, развернуть и запустить подможество end-to-end тестов, так называемых смок-тестов. И тем самым получается, что у вас даже pull request, даже до код-ревью, если он ломает интеграцию, да, то он просто не попадет у вас даже в... Ревьювер даже не начнет на него смотреть. К сожалению, я же говорю, вопрос выпуска или не выпуска дропов, да, и запуска регреции – сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, он требует, чтобы у вас либо было много мануальных тестеров, да, либо у вас уже end-to-end тестирование уже должно быть на высоком уровне, да. Поэтому это такая вот эволюционная практика. Естественно, начинаем с простых дропов, с простого мануального тестирования. Просто зашли, прокликали, что логин, логаунт работает и так далее. Дальше можно этот дроп подписывать и двигаться дальше. Но чем матчурнее ваш проект, да, тем больше и больше вы должны вот этапов проверки включать в ваш pipeline. Спасибо, Влад, большое. Следующий вопрос. Какой может быть выбор, релиз и бранчинг модели в зависимости от методологии разработки на проекте и участвующих платформ в разработке единого приложения? Может ли быть зависимость от этого и какая? Например, методология Kanban. Единое приложение включает разные платформы Salesforce, Heroku и Native. Или методология Scrum. Единое приложение включает разные платформы Salesforce плюс Heroku плюс Native и просит расшифровать, что Native они имели в виду Mobile Native. Это отличный вопрос, потому что его можно перефразировать. С какой песчинки начинается куча? Это философский вопрос, на него нет ответа, да. Тут нужно просто понять, где у вас на проекте заканчивается и начинается компонент. И вот вы можете вот эту вот методологию, там, релиз менеджмент, бранчинг модели, применять, в принципе, на любом уровне. Когда вы скажете, окей, Salesforce – это отдельный компонент, мы его не зависим. Рассмотрите его как Facebook, я не знаю. Вы просто, вы полагаете, что у него есть рабочая API. Если вы же, например, возьмете и скажете, окей, Salesforce компонент, мобильный компонент, и ваш бэкэнд – это единое целое, да, то тем самым фактически вы усиливаете связи между ними, и у вас должен быть архитектор, который будет это понимать и выстраивать эту модель. Тут я говорю, здесь нет Diamond Solution, да. И здесь, ну, наверное, для такого сложного проекта, да, наверное, все-таки, как я говорил, мультирепа подходит больше, потому что есть Salesforce команда, отдельная методология, есть мобильная команда, есть, может быть, бэкэнд команда. Да, то здесь, конечно, бы лучше все-таки мультирепа использовать, но я бы предложил для того, чтобы релиз менеджмент упростить, использовать этот дополнительный solution кей-репозиторий, в который подтягиваются исходные коды с разных ваших компонентов, и едино, и деплуются с этого отдельного репозитория. Опять же, нужно знать, как бы, все нюансы. Опять скажу, простых решений здесь точно нет для таких больших компонентов. Спасибо большое, Влад. Еще есть вопрос. Повтори, пожалуйста, разницу. Pool request и Pool builds. Хорошо, да. Я могу действительно это ввело в заблуждение. Основной был посыл, да, что, в принципе, опять же, in my simple world, да, в котором я живу, между ними нет разницы. У вас есть точка-указатель, который указывает на какой-то commit в исходном коде, и вы можете выполнить над ним rat-операции. Собрать код, запустить тесты, запекать его, раздеплоить, запустить end-to-end тесты, да. Но чаще всего оно все-таки разделяется, да, и, естественно, Pool request у нас описывает набор изменений, которые мы хотим поместить в нашу там DEV или мастер-ветку, да. А push build – это когда у тебя уже есть изменения в одной из веток, и ты хочешь просто их куда-то раздеплоить. Хотя еще раз говорю, набор операций, которые ты делаешь над каждым из этих вот состояний, версии, скажем так, он, в принципе, одинаковый, да. Опять же, может быть, я слегка запутал, но основной был посыл, что построя CICD-систему, в принципе, нет смысла их разделять. Они намного ближе друг к другу, чем отдельные. Просто у меня были проекты, где 3-4-5 скриптов, которые выполняли 80% одинакового функционала, просто назывались по-разному, да, и вот как раз вот это вот инертность мышления, как раз и основная задача там, в том числе этого вебинара, да, это инертность мышления попробовать там обойти, да, и упростить разработку самих CICD-систем. Спасибо большое, Влад. Вопросов я больше не вижу, вопросов нет. Пишут только спасибо тебе большое. Отлично. Тогда, ребята, я всех благодарю, кто к нам сегодня смог подключиться. Нашел для этого время. Влад, тебе спасибо огромное за то, что ты привел сегодняшний наш митап. Спасибо тебе большое за предоставленную информацию. Благодарю всех, и тогда до новых встреч. Спасибо, ребята. Надеюсь, было интересно. Всем хорошего вечера.